Так что делать, когда о вас вытирают руки, замазанные в жижи воровства? Откуда она появилась? И почему? Отсутствие закона и унижение населения. Ничего вам это не напоминает? Ну так, как дитя телевизора, из разряда телевизоров, а это третья власть, я видел человеков своровавших, сидевших и выпущенных. Ничего там не поменялось. Потому что они вовремя слили все на родню, отсидели и вышли. Вот такой ситуации в КПК, а именно коммунистической партии Китая нет. К слову, везде, где коммунизм, за разворовывание любой части средств из бюджета есть полнейшая, точнее полнейшая ликвидация собственности с разбирательством всего слитого на родню. Вся родня, я еще раз говорю, вся родня в трудовой лагерь. А тебе вышка. Из трудового лагеря вы выбираетесь в нуле. То, что было украдено, все, возвращено государству. А то, что за рубежом, так вот арест. Да, товарищи, конституцию надо менять. Кто против, без загранпаспорта пусть попробует там из говна стать звездилятором. Это мы только про воровство бюджета говорим. К слову, КПРФ защищает тех, кто верит в справедливость. А это живая работа, общение с людьми. Там можно и поговорить, и найти комсомольца, и найти там, кто желает вступить в партию. Но для того, чтобы такой отбор сделать, нужно, чтобы в первичке или в целом в городской, в горкоме работала комиссия по приему в партию, которая бы персонально обсуждала каждую кандидатуру и давала рекомендацию принимать, не принимать человека в партию. Понимаете? Потому что много уходит. Вот сейчас очень много уходит парни. А почему задаю вопрос? Я вот один день, три дня вернее, я занималась обзвоном на собрание. И в эти три дня я услышала все то, какой у нас негатив есть. Вот для чего нужны пикеты. Потом нужны круглые столы, на которых встречаются люди, обсуждают какие-то газетные проблемы. Или вот раньше у нас была практика, знаете какая? Выпускали партийный листок, 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 в котором газеты не было, а листок такой был. Вот Куликова, она вот в частности является автором этого листка. Что там написано? Это надо сейчас вам посмотреть, увидите. Реально такой листок выпускать вместо газеты? Газету запретили, не будет у нас газеты. Я говорю, а как же мы? Мы имеем право с людьми общаться, мы имеем право вводить их на мысль. Надо партии работать, не надо партии работать, понимаете? Надо вновь принимать в партию, нужно комсомол восстанавливать. Вот о чем идет речь. То есть живого общения пока нет.